МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Евгения Нефанов. Большую часть выпуска мы посвящаем трагедии в поселке Светлые. Итак, смотрите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свидетели вспоминают. Сначала хлопок, а потом было обрушение. Как обрушилась казарма? Врачи констатируют. Ребята все в шоке. У вас при поступлении. В каком состоянии пострадавшие? Следователи сообщают. Проводятся обыски, допросы водослужащих и всех лиц, имеющих отношение к капитальному ремонту казармы. Какую ответственность понесут виновные? Число погибших в результате обрушения казармы в Омске выросло до 23 человек. ЧП произошло в 242-м учебном центре ВДВ, который расположен в южной части города, недалеко от микрорайона Московка. Во время обрушения крыши и части здания в казарме отдыхали военнослужащие. Под предварительным данным 337 человек. Четырехэтажное здание казармы сложилось словно карточный домик. В момент трагедии солдаты спали, поэтому под завалами оказалось много людей. 42 человека. На место трагедии выехала наша съемочная группа о причинах и обстоятельствах произошедшего. Смотрите в репортаже Ксении Тойчкиной и Александра Филиппова. Спустя несколько часов после аварии на территории участия все спокойно. Никаких машин МЧС и скорой, никакой суеты. Местные жители, как обычно, прогуливаются с маленькими детьми. Рабочие косят траву. Разбавляют эту привычную обстановку лишь журналисты, которые в поисках хоть какой-то информации о трагедии с камерами и микрофонами буквально шныряют по поселку. Территория в оцеплении, везде охрана. Никаких комментариев от официальных лиц. На место происшествия журналистов не пустили. Как нам сообщили, сейчас там работают спасатели и специальная комиссия Министерства обороны, которая выясняет истинные причины произошедшего. Родственники пострадавших также на территорию учебного центра. Однако вход к ним воспрещен. Сейчас с ними работают психологи. Что случилось с казармой, можно разглядеть только из окна подъезда четвертого этажа близлежащего дома. На кадрах видно – разрушение значительное. Недавно в здании провели капитальный ремонт. Несмотря на это, новые перекрытия вырваны до основания первого этажа. ЧП произошло в 22.52 по местному времени. Оглушительный хлопок раздался по всему поселку. Местные жители все слышали. Многие выбежали из дома. Любовь Куксина – одна из них. Сначала хлопок, а потом было обрушение. Ну и тут начали съезжаться машины скорой помощи, МЧС. Во время обрушения крыши части здания в казарме военнослужащие отдыхали. По предварительным данным около 337 человек. Из них под завалами многотонных обломков оказались 42 солдата-срочника. Как сообщили представители пресс-службы Центрального военного округа, все они были призваны на службу. В 242-й учебный центр ВДВ – в минувший весенний призыв. Большинство из разных регионов России. Причины аварии пока не сообщаются. Однако у жителей уже есть свои версии. Да что есть, да чего. Болотистые грунты, все могло повезти здание. И развалилось. Ремонт был недавно сделан. Капитальный ремонт. То есть перекрытия там внутренние все были разрушены. И строители, ну, единственное, что могли сказать, что это вина строителей. Вину компании-застройщика ведет и другие жители Светлого. Многие уверены, работы вели некачественно и с использованием дешевых стройматериалов. Кроме того, во время ремонта могли быть допущены ошибки, в том числе изменения конструкции здания. Тем не менее, на данный момент ни одна из этих версий не подтвердилась. В военном городке работает специальная комиссия Министерства обороны Российской Федерации. Указанием министра обороны генерала армии Сергея Шойгу будут проверены все здания, которые реконструировались в данном военном городке, на предмет их дальнейшей безопасной эксплуатации. В результате трагедии погибли 23 человека. 10 военнослужащих уже отправлены в центральные госпитали в Москву. Готовится еще 8 человек. Пострадавшим и родственникам погибших выплатят денежные компенсации в соответствии с законодательством. Однако человеческие жизни, к сожалению, уже не вернуть. Ксения Туечкина, Александр Филиппов, Антона 7. Минобороны открыла горячую линию для информирования. ООЧП в казарме в Омске работает единый номер 926 766. Набрав его, можно узнать все последние сведения о погибших и пострадавших. Окончательный список солдат опознанных при обрушении казармы в 242 учебном центре ВДВ в Омске обнародовали. Как сообщил начальник пресс-службы Центрального военного округа Анатолий Фомичев, под завалами казармы погибли в основном те, кто призывался на военную службу весной этого года. Всего поздно вечером там оказались 42 человека. Погибшими числятся 23 военнослужащих. Их имена и фамилии на ваших экранах. Власти города и области оказывают помощь, исходя из своей компетенции. В 10 утра временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виктор Назаров, который ночь провел на месте трагедии, собрал экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Министры здравоохранения и строительства отчитались о работе, которую ведут сотрудники ведомств на территории 242 учебного центра ВДВ. В больницах утром находились с различными травмами, в том числе крайне тяжелыми, 22 человека. Земля, на которой находится расположение части, это федеральная земля. И я считаю, было бы совсем не очень этично давать комментарий, то, что именно принадлежит прерогативе Министерства обороны. Мне сегодня нужно понимать, все ли мы сделали со своей стороны, для того, чтобы минимизировать риски и потери, которые наступили от этого трагического случая. Задействовано на 10 часов сегодня 345 человек, 67 единиц техники без карет скорой помощи. Из Новосибирской области выдвинуты кинологи, 6 групп. В целом, на сегодня сил и средств достаточно для проведения мероприятий. Работа продолжается. 19 пострадавших, из них 3. Крайне тяжелые 9, тяжелые 4, средние 3, легкие 7, тяжести. Как было положено выше, прибыл борт Москвы со специализированными бригадами, которые сегодня вместе с нашими докторами. Все пациенты, которым нужно проведение операции. Есть препараты крови. Мы один из немногих регионов, которые сохранили все льготы. Мы с вами это проговаривали для доноров. Поэтому достаточное количество крови. Конечно, мы дадим объявление о возможной сдаче крови людей. Это бесплатно, так сказать, было тридцать на акцию. Мы подготовим информацию, вам покажем. Всех пострадавших с места трагедии доставляли в Омские больницы. Денис Ионос комментирует ситуацию после утреннего обхода. Первых пострадавших в БСМП номер 2 начали доставлять спустя 45 минут после произошедшего. Всего сюда привезли восьмерых. На одного молодого человека с серьезной травмой головы перевели в областную клиническую больницу. К сожалению, один молодой человек скончался на операционном столе. Сейчас в БСМП номер 2 остаются шесть пострадавших. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Четверо пациентов в реанимации. Двое в палате интенсивной терапии травматологического отделения. По заключению врачей, сейчас их жизни ничего не угрожает. Но съемочные группы к ним пока не пускают. Ребята все в шоке при поступлении. И что-то четко понятное сложно было понять. И тем более нам было не до этого с ними разговаривать. Наша задача была оказать им помощь. Поэтому тоже не могу здесь прокомментировать. То есть хотя бы должны пройти сутки, чтобы ребята пришли в себя. Потом уже с ними, я думаю, можно будет пообщаться. Если только этих ребят не отправят в Москву, сегодня здесь пройдет консилиум. В городскую клиническую больницу имени Кабанова пострадавших начали доставлять около 12 часов ночи. 11 человек. Шестеро из них в удовлетворительном состоянии. Двое в тяжелом и три человека в крайне тяжелом состоянии. Эти пострадавшие в реанимации. Преимущественно это сочетанные травмы с полисегментарным поражением. Голова, грудь, брюшная полость, таз. Конечности. Среди тех, которые в удовлетворительном состоянии, это в рамках легкой черепно-мозговой травмы и ушибы ссадины мягких тканей. Также туловище, головы, конечности. У одного имеются незначительные переломы конечностей. Общаться с пострадавшими при обрушении казармы нам категорически запретили. Сейчас консилиум определяет, кого из молодых людей отправят спецбортом в Москву на лечение. Вот эти ребята закрывают лица, ни с кем не общаются. Идут в кабинет, где их ждут лечащие врачи и прибывшие военные медики. Спустя несколько минут от главного врача узнаем, что шестерых ребят переводят в Москву. В Омске останутся лишь крайне тяжелые пациенты. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ произошло в 22 часа 52 минуты. И омичи, очевидцы этого ЧП, которые живут в Светлом, первыми стали делиться сведениями в интернете. Вообще, в социальных сетях всю ночь сообщали данные, которые могли раздобыть от родственников и знакомых в части, передавали, как идет разбор завалов. Подробности будут всплывать еще долго, но вот основная информация, которая имеется в открытом доступе, уже есть. Краткий обзор понедельника 13-го сделала моя коллега Светлана Урванцева. Срочно ЧП в поселке Светлый города Омска. Обрушилась казарма 242-го учебного центра ВДВ. Здание из четырех этажей. Внутри бойцы были, есть пострадавшие. Группа Омск ВКонтакте. Первые комментарии жители Светловой Московки начали писать здесь в половине 12-го ночи. Сначала оценить масштаб трагедии люди могли по количеству техники, которая все приезжала и приезжала на место ЧП. Вот почему вой сирены в Московке. Ужас. 8-9 машин скорых уже пронеслось мимо меня. Скорых машин 35, пожарных машин 20, ДПС, МЧС и так далее. Всего мимо дома более 50 машин проехало и едут еще. Минимум 20 человек под завалами. У меня муж офицер. Сначала они помогали разбирать, а сейчас МЧС никого не пускает. Только что звонила. Служил там. Скажите, место положения казармы. Я скажу, роты там находящиеся. Третий батальон. Седьмая, восьмая, девятая роты. Казарма эта долго пустая стояла. Недостроена была. В злополучной казарме, пишут служившие в 242-м центре солдаты, в 2013 году был капитальный ремонт. Юрий Шиян, который снимает эти кадры, служил в третьей роте 226-го полка. Как он пояснил сейчас, место, где была его кровать, находится там, где сегодня ночью рухнул пролет. Нам удалось поговорить с Юрием. По времени реконструкции я свободно проник в это здание и снял видео. Не буду бросаться словами, но я могу сказать, что эти люди, которые там обитали, скажем так, в постройке, они были без красок и без какой-то формы. То есть как обычные чернорабочие, скажем так. Молодые, ну как парни, ну то есть не дети, конечно. Под завалами погибли 23 человека. Среди них омичи. Это страница Алексея Полигенько. Записи с соболезнованиями продолжают появляться на ней каждые несколько минут. Сам парень 19 июня здесь написал всем «Служу России», о своей девушке «Солнышко мое любимое, я скоро вернусь». Не вернется. Наталья Балашева, которой обращено послание, видела Алексея только вчера на присяге. Молодые люди договорились встретиться снова через две недели. Мне позвонили утром и сказали, что там их не оказарма разрушилась. Думала, что его там не было. А потом мне позвонили и сказали, что он был там и что он в списке погибших. Собираюсь ехать к его родителям. Еще один погибший солдат Амич – Максим Игнатенко. Его страница. Заходил вчера в 18.48. Статус «Жди, родная, я вернусь». Девушка Максима рассказала журналистам, что парень рвался в армию и радовался, что попал именно в ВДВ. Удалось пообщаться и с отцом одного из спасенных парней. Солдат-срочник из Челябинска Валерий Лебедев приехал служить несколько недель назад. На присяге были и его родители. Вот что рассказал отец. «Провели выходные вместе. Ребята отпускали с территории. А в воскресенье мы поехали домой. Узнали о случившемся уже за 300 километров от Томска. Развернулись и сюда. Я сам служил в ВДВ, поэтому и сын пошел в десантники. Когда вернулся к части, начал прорываться на территорию, но меня не пускали солдаты. Я кричал им, что сейчас всех их поубиваю, но ничего не добился. Потом уже позвали ознакомиться со списками. Мой сын оказался в списке пострадавших. Я пообщался с ним в больнице. Говорит, что все легли спать и услышали громкий щелчок. Закричали «бежим!». А сына придавило на втором этаже. Он пять часов провел под плитами. Сами чудом выжившие солдаты разговаривать ни с кем, кроме своих родных, не хотят. Понять можно. Им сейчас предстоит долгая реабилитация. Светлана Урованцева, Антенна 7. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям. Халатность – нарушение безопасности при ведении строительных работ и превышение должностных полномочий. Вот что передает из Москвы руководитель управления Следственного комитета. В стоящее время уже изымается документация, проводятся обыски, допросы военнослужащих и всех лиц, имевших отношение к капитальному ремонту казармы и принятию решения о последующем вводе его в эксплуатацию. Назначаются необходимые исследования, экспертизы. Ну а следователи проверяют все возможные версии произошедшего, в том числе и версию о нарушениях, допущенных в ходе ремонта здания казармы в 2013 году. Владимир Маркин заверил, что все причастные к трагедии понесут ответственность, независимо от должностей, которые занимают. Виновникам ЧП грозит до 10 лет лишения свободы. И новость последнего часа, самая последняя новость. Губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Назаров, объявил 14 июля днем траура в знак скорби по погибшим в результате обрушения казармы в поселке Светлый. Террадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи, а учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия. Итак, подведем итоги. 12 июля в поселке Светлый четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение пролетов перекрытий одной из секций. И вот итоговое сообщение. Всего в казарме находились 337 военнослужащих. На данный момент известно о 23 погибших. По последней информации, завершены основные работы по разбору завалов и полностью обследованы все этажи казармы. Там военнослужащих нет. 15 пострадавших десантников двумя рейсами отправили самолетами в Москву, где разместили в военных госпиталях. Страховку родственникам 23 погибших выплатит компания «Сагаз». Они получат по 5 миллионов 800 тысяч рублей. До 2 миллионов рублей получат пострадавшие. Теперь к другим темам. Отдых детей в детском центре имени Карбышева экстренно прервали из-за аварии. Как сообщили в Минмолодежи физкультуры и спорта, в ходе ремонтных работ на территории повредили силовой кабель. Из-за этого прекратила работу насосная станция, а лагерь лишился холодного и горячего водоснабжения. Однако еще за несколько часов до этого происшествия сразу несколько воспитанников центра заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав. В результате осмотра детей было выявлено еще 4 ребенка с симптомами кишечной инфекцией. Все дети были изолированы. И так как степень тяжести заболевших оценивалась как легкая, то госпитализации не потребовалось. Все дети были направлены домой. В результате у 6 детей из 8 инфекция подтвердилась. Главврач центра имени Карбышева от комментария отказалась. А ведь ровно неделю назад организация питания в поздоровительных лагерях стала предметом нареканий со стороны мэра. Вячеслав Двораковский отчитал директора департамента образования за слабый контроль продуктов, поступающих в пищевые блоки. Он потребовал перемен в недельный срок. Напишите-ка положение по входному контролю за поступающими продуктами для летних и старых лагерей. Хорошо. Входной контроль должен быть тотальным, ежедневным. На каждый вид продукции и на каждый объем продукции поступает. Если в ресторанах позволяют себе такие выпуски, то при ослабленном контроле ребенок навряд ли сможет индивидуально отстоять свои права на качество питания. И о сырном деле. Маслосыркомбинат Тюкалинский заплатит штраф 300 тысяч рублей за кишечную палочку в сырах. Такое показание предприятию вынес арбитражный суд Омской области. Ранее в сырах швейцарский, голландский и тюкалинский лилипуд специалисты Роспотребнадзора в ходе лабораторных испытаний обнаружили бактерии группы кишечной палочки выше предельно допустимого содержания. Управление обратилось с заявлением привлечь изготовителя к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов». Она предусматривает штраф для юридических лиц от 300 до 600 тысяч рублей. Так что маслосыркомбинат-нарушитель получил еще не самое суровое наказание. В «Молодежную» превратилась накануне улица Чиканово-Леханово. В воскресенье там представили итоги самого яркого события лета. Молодежного форума «Ритм». Активные и молодые показали омичам, чем сегодня увлекаются и что их волнует. Подробнее Алла Аксенова. На уличной сцене перед прохожими парни и девушки устроили спектакль, отрывок из произведения Пушкина «Русалка». Артисты не профессионалы и познакомились только благодаря форуму «Ритм». Ребята, те, которые приехали на «Ритм», просто на театральное направление, без проекта, они прошли кастинг, нужно было кое-что сделать, и участвовали в спектакле. Были тренинги, проводились, и за буквально пять дней мы вместе все восстановили спектакль. Каждый год это знакомство молодых и активных, это новые проекты, это конкурс, где выбирают лучшие идеи. Теперь на суд жюри представили 50 проектов в четырех направлениях. Самоуправление, патриотическое воспитание, город неравнодушных и площадка «Омск-300». В последней среди победителей Виктория Маликова. Ее проект «Больничные клоуны» поддержали на 100 тысяч рублей. Их девушка потратит на реквизиты и работу специалистов. Ставит сказки, для детей будут психолог и режиссер. По другим городам он отлично работает, эффект замечательный. В других странах, в Европе это очень хорошо развито. «Больничные клоуны» – это работа, и за это получают денежку. Но у нас пока что так, на добровольческих началах. Ритм – это шанс получить знания на мастер-классах. Джалала Агоева пригласили из Азербайджана. Учит писать красиво и быстро. Я не самая лучшая. Цветочную клумбу в форме «Карты региона» придумали посадить в Омске Дарья Лямзина и Екатерина Антропова. Идея материальной поддержки не получила, но привлекла внимание мечей. Впервые конкурсные проекты участников форума представили прохожим. Получился еще один молодежный праздник. «Мы проводим его впервые. Это новый формат. Потому что форум «Ритм» – это мероприятие, которое проходит в Саргатском районе. Оно закрытое. Ограниченное количество молодых ребят может туда попасть. А сегодня участники форума «Ритм» представляют возможность всем желающим молодежи Омской области вообще узнать, что это такое и в следующем году тоже принять участие, как-то реализовать себя. Одинокие амичи и влюбленные пары с удовольствием танцевали под руководством участников форума. А это главный сигнал. Сегодня не модно сидеть дома. Алла Аксенова, Даниил Паршин, Антенна 7. О спорте совсем коротко. Нападающий Николай Лемтюгов вернулся в авангард. Минувший сезон игрок начинал в составе Омской команды. Принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата. КХЛ забросил одну шайбу, а также сделал две результативные передачи. Новый контракт с форвардом рассчитан на один год. Кист будет выступать под 13-м номером. Новые информации и репортажи наших корреспондентов в следующих выпусках программы. До встречи. КАДАСТР-М Техпланы на любые объекты недвижимости для ввода в эксплуатацию и для кадастрового учёта. Неживание семельных участков. Телефон 957-901. Артроз, остеохондроз, варикоз. Болезней много? Аппарат 1. Алмак-01. Спрашивайте в аптеках Омска. Продажа квартир-студии в доме на Малиновского 19, а 950 тысяч рублей. Сдача дома. Второй квартал 2016 года. Телефон 910-358. Редактор субтитров А.Семкин